загадали а теперь расслабьтесь друзья поговорим о настрое вашем вы до сих пор наверно верите вот эти всякие говно семинары великих тарологов о том что вы сразу за один день станете гадалкой которая будет больше больше людей будет больше гребсти бабла вот этот ваш миф что каждый вот понятие каждая каждая домохозяйка у нас стал тарологом вот уже прям рыгнуть захотелось вот каждому на голову и размазать по вашему лицу успокойтесь пора уже расслабиться поймите вот слушайте я себя ругаю постоянно за то что когда-то тоже гадал людям на картах вот был у меня такой грех могу сказать вам точно и откровенно что это все хуйня потому что если действительно просматривать человека по картам здесь не карты влияют ни их не картинки которые вот тут есть да вот эти обложки потому что это масс-маркет как правило после какого-то участия в телешоу многие создают свои карты таро фирменная там вот прям чтобы на них молились и кланялись а это все говно еще раз говорю вы можете взять обычные игральные карты судьбы та же если у вас есть подвязка к сущности которая вам может диктовать вот она будет вам рассказать но по факту это метод самонастроя и в целом это метод психологии потому что когда вы приходите на прием вот и посадили свою попу да вот посадили сбок пришли на прием кому-то и значит сидите не о вас говорят а вы говорите вот вы там спрашиваете как вот у меня со здоровьем что мне там будет завтра с мужиком лягу я к нему под бок или не лягу будет что-то или не будет было что-то или не было и все остальное и вот каждому достается таким выражением каменным лица и говорит что вот это все совпало что так и будет вот слушайте теперь разоблачение когда вы приходите на прием и вы задаете такой вопрос карта это такая штука что они показывают ваши страхи вот вы боитесь что на вас есть порча вот карты этой покажут но вам это так преподнесут с каменным выражением лица что вы поверите что на вас порча вот тоже самое как к самоотношения вот карты они любят ваши эмоции это метод для того чтобы колупаться в вашем сознании подсознание для того чтобы воздействовать вербовать вас вашим возможно внушать вам конечно вы сидите челюсть у вас отвисла зубы ваши фарфоровые винировые выпадают из вашего рта ну потому что вы же бабла нормально откатили когда идете гадалки за 50 тысяч рублей правда же поэтому конечно вы явно состоятельно барышня либо мужик дурачок который пошел на такой прием но тем не менее вот вам начинают раскладывать говорят 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 вы уже все во слюни уже бегут вы уже не понять что происходит все совпадает все совпадает а знаете почему совпадает потому что по факту вам был ответ да на один вопрос и второе карты показывает ваши мысли они показывают исключительно то что вы хотите услышать не то что будет соответственно действительности потому что когда начнут говорить то что соответствует действительности а для этого нужно либо чувствовать что-то либо видеть не знаю какой-то другой формат работы вот только после этого можно давать какую-то объективную оценку и да вам это не понравится потому что когда ты будешь говорить что вот этот козел гулящий и ты будешь подтверждать это фактами, не просто размытой водой, водой, вам это не понравится, но вы за это платите деньги, вы платите деньги за то, что вы хотите услышать реальность, а не хуйню, которую вам вливают в вашу голову. Друзья, когда вы приходите к торологам, вот у меня был вариант такой, да, вот, беру грешок на душу, был вариант, что после битвы, авось, а может, правда, думаю, надо как все карты вот эти рассказать, думаю, ну вот так будет лучше, вот смотреть будут, будет лучше залипать, потом думаю, нет, думаю, идите все в жопу, потому что вот это выдавание всем дипломов о том, что вы стали литерологом, и вы завтра начнете принимать, обвеситесь бумажками, оденете мантию, как вот это наложат, там скатерти с пентаграммами, там что-то накупят, золотые кольца, золотые позолоченные карты, как у некоторых есть у моих знакомых, да, вот этих пиздатых гадалок, когда там карты позолоть и во всем остальном, дорого, богато не значит качественно, поэтому, друзья, берем во внимание, что вас разводят, разводят жестко и имеют вас также жестко, да, вы получаете от этого удовольствия, но вы получаете удовольствие от того, что вам говорят то, что вы хотите услышать, прекращайте верить в это говно, гадание по одной карте, это то же самое, что вы сегодня сейчас войдете в туалет, подписаете, покакаете, я не знаю, там, высритесь в конце концов в этом туалете, выйдете и вам станет легче, вот это то же самое, что гадание по одной карте, потому что ничего толкового не будет, это вокруг, да взагаля, да по околам, все, это как гороскоп, как гороскоп на завтра, на послезавтра, вот такое же говно, вот эти магия чисел, магия дат рождения, друзья, вот вы дураки, вот вы лохи, вот звучит обычно, вот грубо, да, но вот это правдиво, вот если мне говорят, что я конченый, вот я воспринимаю критику, так и вы воспринимаете, учимся воспринимать критику, когда вам гадает по дате рождения, вы пишете, я там, Вася, сегодня 20.20.2020, понимаете, вот такой, или 20.20, то таких Вася миллион на планете, на какого Васю из этого миллиона мы гадаем, вот как этот выглядит Вася, потому что я понимаю, что вам легче отделаться легкой кровью, не показывать мордочку своего возлюбленного, либо кого-то знакомого, написать дату рождения и его спускай посмотрят, каком там выйдут, блять, в энергетическое поле, откроются там рейки, хуерки и все, и вам вот космос сам начнет рассказывать по дате рождения об этом человеке, это не работает, это не работает, хватит себя наебывать, это не работает, возьмите себя в руки, расслабьтесь, я не пойму, начинайте сами решать свою проблему, но если, конечно, у вас денег куры не клюют, вы можете, в принципе, пойти погадать на один вопрос, ну чтобы успокоиться, потому что вам хоть кто-то какую-то мочу в уши вашу зальет, вам легче станет, успокойтесь, расслабитесь, какой-то даже стимулятор пойдет, да бы, чтобы, конечно, была нормальная гадалка, которая хотя бы нормальное что-то скажет, настроит вас, так сказать, направит вас в нужное русло и вы поверите в себя, какой вы пиздатый, либо пиздатый, но так не всегда будет, в основном с вас захотят денег, и, кстати, у меня вопрос к гадалкам, я знаю, ты меня вот смотришь, именно вот ты, та сучка, которая наебщится, ты меня смотришь, вот, когда вы смотрите по картам, на вопросы здоровья, да, вот, например, мы там раскинем, что там сейчас у того, кто меня смотрит, болит, что там болит, вот вопрос, где мы видим тут органы, вот у меня сразу вопрос, где тут именно, вот указана муча половая система, органы и все остальное, либо хотя бы, вот у вас же есть немножко мозгов, ну чуть-чуть, хотя бы граммочку, вы вот подумайте, у вашей вот гадалки, которая сидит дома, с ободранной сзади кухней, без мужика, без ничего, без метаобразования, и в принципе она тупая по факту, потому что у нее миллион ошибок в тексте, как она может вам что-то рассказать о здоровье, если она не понимает сама, что у нее со здоровьем, и в целом она не знает ничего о здоровье? и в-третьих, как можно по картах что-то рассказать о здоровье, если здесь нету ничего? вот как здесь можно что-то рассказать о здоровье? что у вас член неправильный размер, либо у вас там матка открыто расширена, я не знаю, что мы хотим увидеть в картах? я понимаю, что вам легче заплатить вот так по ту сторону экрана, либо выслушать гадалку, которая вам скажет, что у вас ноги болят, и все, и сидеть ждать, когда же не переболят, но нет, я вам предлагаю поднять свою жопу и пойти обязательно в больницу и обследоваться, вот лучше туда отнесите денег и там все сделайте поэтому, друзья, бережем свои деньги, меньше ходим на эти семинары стать гадалкой ровно за сутки, либо стать торологом, но и меньше верим в это дерьмо, потому что это в первую очередь метод манипулирования вами, вашим сознанием, когда ты ничего не умеешь, тебе надо отвлекать как-то клиента, как его отвлекать? бумажками, интерьером, свечами, разным говном, это метод отвлечения вашего внимания, но когда ты чего-то стоишь, ты не будешь в каком-то говне одетый, тебе не нужны ни карты, не нужно ничего, человек смотрит на тебя и восприняет ту информацию, которую говоришь ты, а не то, что говорят бумажки, бумажки это как посредник типа, знаете, убрать с себя ответственность, ну типа вот, ну типа вот смотри, вот по карту, вот показываешь, что вот завтра ты разведешься, но это же не я сказал, это же вот они сказали, поэтому ну вот они виноваты, бессовестные такие, все, не заебуем виноваты, да виноваты, наоборот. Продолжение следует...